Основные ошибки начинающих музыкантов заключаются в плохом материале и плохом сведении. Материал, а точнее музыку, которую вы будете писать, может быть плохим по ряду причин. Поначалу я призываю вас использовать библиотеки с сэмплами и делать из них собственные треки, но не сильно понтоваться, показывая их друзьям, потому что пока это не вполне ваш трек, а всего лишь калаш из чужих изображений. Музыканты-профи и вовсе давно уже все сэмплы помнят наизусть, и их уже не проведешь. Им интереснее услышать новый материал, оригинальный. Для этого каждый луп из выбранных библиотек нужно изменять до неузнаваемости с помощью эффектов, перемешивать с другими лупами и изменять последовательность ударов. Вам нужно сначала узнать все тонкости программы FL Studio, научиться изменять эти сэмплы так, чтобы потом никто не смог догадаться, откуда какой звук вы взяли и как его нарулили. Примерно только через год-два вы начнете делать собственные треки, которые смогут хоть как-то котироваться у друзей-музыкантов. Друзья-не-музыканты уже от первых ваших треков будут говорить вам комплименты, но это только потому, что они сами не умеют и не знают, как это сделать, а те, кто умеет и кто знает, сразу укажут на ошибки и недочеты, пропуская мимо ушей то, что вы так долго создавали потом и кровью. Так что если вы завоюете положительные отзывы от музыкантов, то значит ваша музыка может понравиться и более широкой публике, чем ваши друзья. Плохой материал может быть и из-за того, что вы не знаете ноты и законы гармонии. Гармоничный трек всегда будет на голову выше негармоничного. Для этого вам нужно постигать магию ноты и их взаимодействия. Как это сделать? Интернет вам в помощь. YouTube и Google слегка расскажут вам про нотную грамоту и гармонические ходы. Плохой материал будет плохим, если вы будете делать то, что до вас уже кто-то сделал. Любая похожая мелодия будет считаться плагиатом. Любой похожий звук будет считаться второсортным. Так что стремитесь сделать что-то новое, чего до вас никто еще не делал. Для этого пытайтесь совместить несовместимое и смело экспериментируйте. Плохой материал может быть и из-за отсутствия хорошей музыкальной идеи. Например, бас в песне Satisfaction от Бенни Бенасси был настолько нов, что породил целое направление в музыке. Или непонятный шумовой эффект у Justice Let There Be Light сделал трек узнаваемый с первой секунды. Примеров приводить можно очень много, но ваша главная задача воплотить в жизнь такую мелодию, которую вы никогда не слышали сами, и она вам дико нравится даже на следующий день. Неважно, каким инструментом будет исполнена ваша мелодия, главная идея. Не выкладывайте трек в интернет сразу же после того, как отрендерили. Особенно, если вы еще не досвели или не доделали какие-то партии. Вы же никогда не видели, чтобы ваши любимые музыканты выкладывали недоделанные треки в интернете со словами. Ну, там не все свел, конечно, и мастеринг оставил на потом. Зацените то, что есть. Выложенный трек – это законченный трек. Поэтому после финального рендеринга послушайте разок и ложитесь спать или займитесь домашними делами. Потом послушайте трек с утра, и вы услышите все свои ошибки. После их исправления послушайте несколько раз заново, с максимальной требовательностью к звуку, к партиям, к сведению и к аранжировке. Можно каждый раз по каждому пункту прослушивать. И только если вас все устраивает, выкладывайте. Главная подсказка для вашего творчества кроется в творчестве ваших любимчиков. Слушайте музыку любимых исполнителей не только ушами, но и умом. Анализируйте их музыку, структуру трека, аранжировку, фишки и прочие моменты, из чего может состоять музыка. Можно даже в качестве упражнений попробовать повторить их звучание. Сделайте по-своему, но похоже. Вот и все, что я хотел рассказать начинающим музыкантам. А для тех, кому интересно продолжить углубленное изучение в L-Studio 10, я готовлю подробный видеокурс по этой программе специально для сайта звук.ру. Также под моим авторством вышел бесплатный курс «Как писать TripHop», в котором я показываю свою работу над Remix на проект «Кукла». Этот курс вы можете найти на моем сайте www.motiv33.ru, а также на порталах звук.ру, промодиджи.ру и routracker.org. Любые вопросы, пожелания и мнения вы можете задать мне лично на почту, либо в комментариях к этому видеокурсу. Также я провожу индивидуальные онлайн-уроки по скайпу, в которых вы можете узнать любую интересующую вас информацию о написании музыки и лайв-выступлениях. Еще я участвую в партнерской программе ImageLine, благодаря чему я могу предоставить вам скидку 10% на покупку продуктов этой фирмы, а точнее любой вариант программы FL Studio 10, плагины и библиотеки сэмплов с сайта imageline.com. Если вам это интересно, обращайтесь ко мне лично по почте или скайпу. Если вам интересно послушать мою музыку, то вы можете ознакомиться с ней на следующих ресурсах. www.motiv33.ru – это мой официальный сайт, страничка на промодиджи – motif.pdj.ru, myspace с ником MOTIV33 и вконтакте vk.com MOTIV33 Club. В конце я бы хотел сказать спасибо всем людям, которые помогали сделать мне этот курс. В особенности автору наикрутейших рисунков курса Илоне Ивановой, корректору онлин и главным вдохновителем на создание этого курса Никите Сталкеру, Лене Фанни Вижен и Павлу Сгордену. Также хотел бы сказать личное спасибо Вадиму Корнееву, Артему, МКЛИС, Сане Дронову и порталам звук.ру, промодиджи.ру и рутрекер.орг. С вами был Денис Мотив. Пишите хорошую и качественную музыку. Пишите хорошую и качественную музыку.